Российская наука превосходит мировую по темпам развития. В этом уверены почти 40% россиян. Среди основных достижений российской науки участники опроса назвали разработки в военной сфере, включая гиперзвуковые ракеты, космических исследованиях, ядерной энергетике, медицине, генетике, информационных технологиях. Каждый второй считает, что современная мировая наука находится на подъеме. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения ко дню российской науки. Сегодня будет много информации на эту тему. Здравствуйте, это КФУ, итоги недели. Сегодня в программе вы увидите. Мухаммаддинову Иреку Изаиловичу, кандидату технических наук, старшему научному сотруднику Казанского федерального университета. Разработка, меняющая старые технологии. За какое исследование сотрудник КФУ получит награду из рук Путина? Мы рэмли с нас всех с праздником. Во имя науки. Сколько ученых трудится в Татарстане? Та сфера, в которой себя молодые, талантные люди могут реализовать. Молодым дорогу. Какие задачи и проблемы у молодых ученых? Была изучена антимикробная активность в полученных соединениях. Соединения широкого спектра. Какой способ нашли химики и биологи КФУ для повышения эффективности антибиотиков? Наука – это такая суперспособность человека, помогает другому человеку. Женский взгляд. На чем работает обладательница титула «Интеллект года»? Ученый Казанского федерального университета Ирик Мухаммаддинов стал лауреатом премии в области науки и инноваций. Награду ему вручил президент России. Награждение состоялось в московском Кремле. Владимир Путин в День российской науки вручил премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых и провел встречу с лауреатами. Премия учреждена в 2008 году. Она присуждается за результаты научных исследований, вносящих значительный вклад в развитие отечественных технических и гуманитарных наук. Также ее вручают за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны. Старший научный сотрудник – кандидат наук Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Ирик Мухаммаддинов в числе пяти молодых ученых, удостоенных премии. Он отмечен за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов. В частности, его работа помогает достать из недр земли высоковязкие нефти и природные битумы, которые трудноизвлекаемы. Для разжижения в пласт закачивается катализатор, который снижает вязкость нефти. При этом качество нефти возрастает. При добыче нефти этим способом можно увеличить эту самую добычу нефти на 10-20%. Владимир Путин поинтересовался практическим применением разработки. Молодой ученый рассказал, что технология успешно прошла опытно-промысловые испытания. Работа серы, избавление от серы, она насколько глубокая? Нужно дополнительно еще будет работать с этой нефтью, для того, чтобы можно было бы закачивать ее прямо с другими сортами в трубопроводные системы? Дополнительно уже работы проводить не нужно будет. То есть у нас при закачке катализаторов образуется активная форма. И вот эта сера, которая присутствует в тяжелой нефти, она как раз-таки способствует образованию этой активной формы. То есть образуются сульфиды и оксиды металлов, которые адсорбируются на породе. И происходит уже химическое преобразование этой нефти. День российской науки масштабно отметили и в Татарстане. В Казани вручили республиканские государственные награды и премии в области науки и техники. Благодарностью Раиса был отмечен декан факультета Института международных отношений КФУ Айрат Сиддиков. В Академии наук прошло ежегодное торжественное собрание научной общественности. В заседании принял участие Раис Татарстана Рустам Мениханов, государственный советник Ментимир Шаймеев, президент Академии наук Макзюм Салахов, ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин и другие. Рустам Мениханов отметил всех, кто причастен к профессиональному празднику и пожелал новых смелых идей, замыслов и начинаний крепкого здоровья. Рустам Мениханов уточнил, что День российской науки имеет особое значение для Татарстана. В национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов федерации республика заняла высокую пятую позицию. Это заслуга 13 тысяч ученых, работающих в республике. Ежегодные затраты на научную деятельность в Татарстане впервые превысили отметку в 20 миллиардов рублей, подчеркнул Рустам Мениханов. В Татарстане 127 научных организаций. Среди них есть учреждения академического профиля, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро на промышленных предприятиях и, конечно же, высшие учебные заведения. В регионе уделяется особое внимание вопросам подготовки научных и инженерных кадров. Обучение специалистов ведется в двух учебно-научных центрах и трех передовых инженерных школах. Одна из них создана на площадке КФУ. Рустам Мениханов подчеркнул необходимость системного подхода в популяризации науки и привлечения талантливой молодежи в научно-образовательный комплекс. По доле молодых ученых в общей массе научных работников республика ощутимо превосходят средний уровень по стране, сообщил Рустам Мениханов. По стране эта цифра 60,2%, у нас 44%. Отрадно, что начинающие исследователи чувствуют себя комфортно в республике и делают осознанный выбор в пользу науки. По числу победителей всероссийского конкурса «Студенческий стартап» республика заняла второе место среди всех субъектов. По доле молодых ученых в общей массе научных работников республика ощутимо превосходят средний уровень по стране. По стране 44% на 60%. Отрадно, что начинающиеся исследователи чувствуют себя комфортно в республике и делают осознанный выбор в пользу служения науке. Закономерно, что по числу победителей всероссийского конкурса «Студенческий стартап» республика заняла второе место среди всех субъектов. О том, как реализуются проекты молодых ученых, как решаются их социальные вопросы, это и многое другое призвано решать созданная в КФУ Ассоциация молодых ученых вуза. С ее представителями в преддверии Дня российской науки встретился ректор Ленар Сафин. О чем он говорил с молодыми исследователями, иностранными специалистами, которые также работают в КФУ? Ну, поговорим сегодня с председателем Ассоциации, заведующим кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий Михаилом Варфоломеевым. Здравствуйте, Михаил Алексеевич. Здравствуйте. Поздравляем вас с прошедшим Днем российской науки. И первый вопрос хотелось бы у вас спросить, как у председателя Ассоциации молодых ученых КФУ. Вот последний раз год назад говорили и встречались с вами на эту тему. Как за этот год она, может быть, изменилась или расширилась? Да, во-первых, спасибо. Действительно очень важный праздник для нас, для молодых ученых, для всего коллектива, вообще исследователей России. С точки зрения Ассоциации молодых ученых, конечно, год прошел насыщенно. Были определенные, так сказать, новые проекты, новые достижения. Во-первых, наши молодые ученые побеждали в различных региональных конкурсах премий имени ведущих ученых, имени Завойского, имени Арбузовых. Ну и, конечно, в самом деле науки мы тоже получили очень важную такую награду. Я имею в виду Казахский университет и лично наш молодой ученый Ирик Мухаммадинов. Хотел бы отметить, что выдвижение как раз его на эту премию было со стороны Ассоциации молодых ученых. Тоже это один из важных видов деятельности Ассоциации выдвижения перспективных, талантливых молодых ученых с высокими достижениями на такие премии. Также в прошедшем году мы уделяли внимание вопросу, связанному с взаимодействием науки и бизнеса. Потому что это тоже очень важно с точки зрения развития технологического суверенитета, провели работу, узнали у молодых ученых, кто из них активно работает, какие сложности, какие есть перспективы, чтобы тоже этот процесс уже в 2023 году поставить на новые рельсы совместно с руководством университета. Ну и, конечно, активно участвовали в мероприятиях десятилетия науки и технологий. Это большой конгресс молодых ученых, это много различных мероприятий, которые проводятся в соответствии с программой «Десятилетие». Вот вы уже отметили взаимодействие с руководством университета. На этой неделе ассоциация встретилась с ректором Казанского федерального университета, с Ленаром Сафиным. О чем успели, сумели поговорить, может быть, договориться? Да, обсудили очень много вопросов. Большое спасибо Ленару Инатовичу за вот эту такую очень полезную, очень содержательную беседу. Для молодых ученых это очень важно, слышать руководство, слышать планы, перспективы развития университета. И с другой точки зрения ответы на их важные вопросы. Обсуждали науку, обсуждали определенные вопросы развития аспирантуры в Казанском университете. Ленар Инатович поддержал идею нового проекта поддержки молодых ученых. Это так называемый научный стартап для молодых ученых, студентов, старших курсов и аспирантов. Будет объявлен конкурс на финансирование таких начальных проектов, как уже из названия это следует, которые позволят им сделать определенные наработки, определенные заделы и уже участвовать в более таких крупных федеральных проектах. Хотелось бы еще спросить о социальной поддержке молодых ученых. Этот вопрос часто поднимается на федеральном уровне. На заседании Совета по науке на этой неделе об этом говорили. Вот на каком она сейчас уровне и какие есть перспективы? Я знаю, что были изменения. Ну, если говорить, внутри университета тоже здесь есть определенная поддержка. Руководство университета поддерживает служебным жильем. Это очень важно, на самом деле, для тех молодых ученых, которые приезжают нам из других регионов, из других стран. Вопрос вот этой социальной поддержки очень важен. И здесь, конечно, Казахский университет имеет очень хороший опыт вот этой программы жилья для приглашенных молодых ученых. И тоже отрадно, что на федеральном уровне тоже есть такие программы. Это программа жилищных сертификатов. И тоже хотел бы отметить, что вот в прошлом году как раз двое наших молодых ученых получили такие жилищные сертификаты. В первый раз в нашем университете такие сертификаты получил. И они тоже ощутили эту поддержку федерального уровня. То есть здесь тоже много возможностей для поддержки молодых ученых осуществляется. Ну и в завершение хотелось бы спросить. Вот вы сам молодой ученый, один из вообще не то что молодых, а ученых Казанского университета. Это престиж ученого. Чувствуете ли, что престиж этой профессии сейчас растет? Или пока только зарождается вот этот маховик? Это и чувствуется, это и есть на самом деле. Есть определенные социологические опросы, которые показывают, что вот даже сегодня родители спрашивают, кем бы вы хотели, чтобы были ваши дети. Вот эта цифра, она очень сильно выросла. То есть имеется в виду цифры, которые говорят о том, что родители хотят, чтобы их дети пошли именно в научно-образовательную сферу, занимались открытиями, наукой. Это такой, мне кажется, очень серьезный показатель. Ну и плюс внимание руководства страны. Вот даже вот эти премии для молодых ученых, они показывают, что это очень престижно, это очень важно. И сегодня, мне кажется, это та сфера, в которой себя молодые, талантливые люди могут реализовать и сделать действительно что-то полезное, важное и интересное. А вы почему пошли в науку? На самом деле тоже я давно начал заниматься научными исследованиями, еще со школы, участвовал в конференциях. Мне привлекала возможность вот такой научной деятельности творческой, делать что-то новое, интересное и полезное. Я думаю, это вот многим учеными движет. Сделать что-то важное, полезное, изменить что-то к лучшему. Большое спасибо за интересную беседу, еще раз поздравляю. Спасибо, всего доброго. Более того, есть еще одна проблема – привыкание организма к антимикробным лекарствам. Устойчивость к антибиотикам – одна из наиболее серьезных угроз для здоровья человечества и продовольственной безопасности. Соединение, разработанное казанскими учеными, может стать исходным материалом для разработки альтернативных противомикробных препаратов. Каких узнала Эльвина Минобудзинова. Была изучена антимикробная активность в полученных соединениях и способность ингибировать процесс образования бактериальных биопленок. В результате было выявлено три наиболее активных фуранона. Производное 2,5-H фуранона было синтезировано здесь, в лаборатории химического института. Соединение запатентовано сотрудниками Казанского университета, а синтезировала его аспирантка института химии КФУ. Я со студенческих лет работаю в лаборатории биофункциональной химии Химического института имени Бутлера по руководству Альмира Рафаэльна Курбенгалиевой. Одним из основных направлений нашей научной группы является разработка методов синтеза химических и биологически активных гетеростехических соединений на основе 2,5-H фуранонов. Среди синтезированных нами соединений было выявлено несколько фуранонов-лидеров. Еще несколько лет назад, по словам ученых, было предсказано, к 2050 году бактериальные инфекции станут главной причиной смертности населения и обгонят тем самым сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Причина этому – активная выработка устойчивости бактерий к препаратам. Существующие антибиотики постепенно теряют свою эффективность. Устойчивость бактерии приобретают быстрее, чем разрабатываются принципиально новые препараты. В последнее время на то, чтобы вышел новый антибиотик, затрачивается от 3 до 6 лет, в то время как резистентность к ним образуется уже в течение 3-4 лет. То есть мы стратегически проигрываем борьбу с инфекционными заболеваниями. И вот один из способов не проиграть эту борьбу – это повысить эффективность тех препаратов, которые есть на сегодняшний день. Дело в том, что бактерии по устойчивости к антибиотикам делятся на чувствительные, резистентные и с так называемой повышенной устойчивостью. По-английски это increased exposition. То есть они могут быть побеждены при высоких концентрациях антибиотика. Но многие препараты мы не можем просто в тех концентрациях, которые они будут действовать, получить внутри себя. Ввиду токсичности, других каких-то ограничений. И поэтому необходимо повышать либо их эффективность, либо чувствительность бактерий к этим препаратам. Один из способов победить инфекцию – использовать вещества, повышающие скорость проникновения антимикробных препаратов в клетке бактерий. Долгое время считалось – инфекция вызывается одним патогеном. Но сейчас известно, очень часто сосуществовать в организме могут несколько патогенов. Такие смешанные грибково-бактериальные инфекции, как, например, кандида, альбиканс и золотистый стафилококк, труднее поддаются лечению в сравнении с моноинфекциями. И вот, например, если инфекция вызывается золотистым стафилококком в комбинации с кандидой, это микроскопический грибок, который не чувствителен к антимикробным препаратам, которые являются антибиотиками против бактерий. И в то же время стафилококк нечувствительен к фунгицидным препаратам, то вот с такими инфекциями достаточно тяжело бороться. Бактерии в таких смешанных консорциумах защищают друг друга, повышают толерантность всего сообщества к различным воздействиям, к иммунной системе, к антимикробной терапии. А повысить эффективность как фунгицидов против кандиды, так и антибиотиков против стафилокока может синтезированное соединение. Это своего рода универсальный инструмент в борьбе со смешанными инфекциями. Соединение в комбинации с различными антимикробными препаратами и фунгицидами может повысить чувствительность грибково-бактериальных инфекций к антибиотику. В исследовании ученых выбор 2,5-H фуранона как основного вещества соединения не случайен. Учеными из Австралийского университета было обнаружено, что красная морская водоросль делисия пульчера не подвергает склонизации бактериями даже в воде, богатой микроорганизмами. Впоследствии они обнаружили, что делисия пульчера выделяет природные химические вещества 2,5-H фуранона. И предположительно данные соединения подавляют сигнальные клеточные системы у бактерий и тем самым защищают данные растения от их действия. И обнаружение данного эффекта у природных фуранонов вызвало большой интерес исследователей в плане поиска высокой антимикробной активности среди синтетических производных ненасыщенных гаммалактонов. Но пока данное вещество обладает достаточно высокой токсичностью. Это ограничивает его прямое применение в медицине. Сейчас исследования ученых направлены на синтезирование менее токсичных аналогов для дальнейшего применения. Соединение из производного 2,5-H фуранона – не единственная разработка ученых. Одна из лабораторий занимается созданием соединения, где главный компонент – эфирное масло. Эфирное масло – достаточно популярное средство. Они изучаются уже давным-давно. И показано, что они сами по себе обладают антимикробным эффектом. Ну и плюс ко всему, те компоненты, которые входят в состав этих эфирных масел, они способны повышать эффективность антимикробных препаратов за счет повреждения клеток, их мембран. И, собственно, тем самым они помогают антибиотикам проникать внутрь клетки и становиться более эффективными. Ученые проводят скрининг среди большого количества масел. Цель одна – получить соединение для доставки антибиотиков к бактериальным клеткам. Эфирные масла популярны в области антимикробных разработок. Как вещества растительного происхождения, они обладают множеством полезных свойств. А главное – не имеют токсичности. Сейчас исследования находятся на стадии инвитро, то есть в пробирке. Следующий этап – проведение экспериментов на модельных лабораторных животных. При положительном результате разработку ждут дальнейшие клинические испытания. Эльвина Минабудзинова, Ленар Гизатулин. КФУ. Итоги недели. Еще один важный препарат – лекарство от мышечной атрофии. Разрабатывает самая интеллектуальная студентка Татарстана. Магистрант Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ева Кузнецова стала победителем республиканской премии «Студент года» в номинации «Интеллект года». Параллельно с учебой Ева Кузнецова работает над созданием лекарства для лечения нейродегенеративных заболеваний. Она надеется, что исследуемое коллегами и ею вещество поможет в лечении мышечной атрофии и других нейродегенеративных заболеваний, многие из которых сейчас неизлечимы. 11 февраля отмечается Международный день женщин и девочек на Локе. Праздник молодой, ему лишь 7 лет, но цель его глобальна – достижение полноправного участия женщин всех возрастов в развитии науки, техники и инноваций. Мировое профессиональное сообщество озабочено тем, что среди исследователей всего 30% женщин. Дата напоминает – женщины и девочки играют важную роль в научном и технологическом сообществе, и их участие должно быть расширено. Как самая интеллектуальная студентка Татарастана совмещают учебу, исследования и увлечения, расскажем далее. Ева Кузнецова – магистрант Института фундаментальной медицины и биологии. В школе она интересовалась гуманитарными предметами и мечтала стать актрисой. В 11 классе при выборе профессии Ева поняла, что не сможет играть в кино из-за моральных принципов. Тогда она выбрала профессию психолога, чтобы помогать людям. Вот, долго думала, думала поступать в актерский прям конкретно, но по моральным принципам не пошла. Вот, журналистом потом очень долго была, главным редактором газеты, лицей КФУ. Потом была очень долго, там актриса тоже была, вот, думала быть политиком, вот, и психологом, вот, а биологом до первого курса никак не думала быть. Естественные науки Еве давались тяжело, в школе преподавали их не так интересно, поэтому о деятельности ученого она даже не задумывалась. Ей казалось, это скучно занятием. По словам Евы, впервые биология вызвала у нее интерес на вводные лекции в ВУЗе. Тогда преподавательница смогла воодушевить студентов рассказом о пользе биологии. Так студентка поняла, что наука – это интересно. Теперь эту мысль она хочет донести и до окружающих людей. У меня был такой микровосторг такой, то, насколько это все интересно и как это полезно. И потом, когда я пришла вот к Алексею Михайловичу в лабораторию сюда, он уже меня до конца сюда поглотил этот мир науки, потому что я поняла, что наука – это такая суперспособность человека помогать другому человеку. Студентку заинтересовали научные исследования, которые смогут решать глобальные проблемы. Она начала работать в Казанском научном центре Российской академии наук. В настоящее время Ева разрабатывает лекарства для лечения нейродегенеративных заболеваний. К ним относят расстройства, связанные с изменениями структур нервной системы. Нейродегенеративные заболевания – это как нейро и дегенеративные. То есть нейро – это как нервы, нервная система. Дегенеративные – это значит какие-то изменения или какая-то патология какая-то. То есть патология нервной системы, то есть болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона. Это все нейродегенеративные заболевания. В качестве продукта исследования Ева использует 25-гидроксихолестерин. Иными словами, окисленную форму холестерина, которая вырабатывается в организме человека иммунными клетками. Это вещество через кальций взаимодействует с митохондриями, а они преобразовывают питательные вещества в полезную энергию. Так, молодой ученый удалось выяснить, что 25-гидроксихолестерин может участвовать еще и в нервно-мышечных соединениях. Мы изучаем такое вещество, оно называется 25-гидроксихолестерин. Это такая окисленная форма холестерина, который в норме вырабатывается в нашем организме иммунными клетками. Вырабатывается он в больших количествах при каких-то иммунных реакциях, воспалительных процессах. Но нашей лаборатории как раз удалось переквалифицировать его в такое вещество, которое занимается нервно-мышечной передачей. То есть, если раньше думали, что он занимается только иммунной системой, участвует в иммунных процессах, то оказалось, что это не так. Он участвует еще и в нервно-мышечной передаче, то есть передаче от нерва к мышце. Вещество Ева испытывает на мышах. Сначала она моделирует различные дисфункции на животных, а затем восстанавливает эти же функции с помощью своей разработки. Результаты исследований показали повышение эффективности нервно-мышечной передачи. Так появилась вероятность использования 25-гидроксихолестерина для предупреждения и лечения нейродегенеративных заболеваний по типу мышечной атрофии и болезни Альцгеймера. Мы предполагаем и надеемся, что это вещество будет успешным в лечении всех нейродегенеративных заболеваний, которые связаны с нарушением функций митохондрии в частности, но и не только. То есть это вещество зарекомендовало себя очень таким перспективным, очень открытым к исследованиям веществом и с большим потенциалом. С этой разработкой Ева Кузнецова участвовала в конкурсе «Студент года Республики Татарстан». Сама ученая не любит подобные мероприятия. Она считает, что они не для научных деятелей. Но студентку смогла переубедить мама. По словам Евы, именно ее вера придавала силы во время конкурса. Мама сказала, что я должна, потому что я могу, у меня получится. Я вот только потому, что мама сказала, я пошла. В конкурсе ее заинтересовал один из этапов – научный слэм. Во время него Еве нужно было за три минуты популярным языком неподготовленной аудитории рассказать о своем исследовании. Так она смогла показать людям, что наука бывает интересной и воодушевляющей. В результате студентка стала победителем конкурса в номинации «Интеллект года». Надо было рассказать про свои разработки. Это напоминало все формат конференции, но при этом это было как научно-популярно такая, это как просветительская деятельность. И было очень приятно выступать перед членами правительства республики и вот завлекать их в свои разработки, чтобы они говорили, ой, как интересно, это так перспективно. Удалось им донести цель, важность. И, конечно, было интересно, что другие люди, которые далеки от этих исследований, тоже следили прям три минуты все. Они вот с такими глазами смотрели, и им очень понравилось. Молодая ученая участвует в научных конференциях. Ей нравится делиться новыми открытиями и исследованиями. Также она участвует в проектах, поддерживаемых грантами Российского научного фонда. В свободное время молодой исследователь занимается изучением иностранных языков, любит читать русскую классику и рисовать. В будущем планирует продолжать научные исследования и приносить обществу пользу новыми разработками. Эльвира Замалединова, Карина Саяхова, Никита Киньшин. КФУ. Итоги недели. Неделя иностранного студента и очередная победа КФУ во всероссийском конкурсе. Об этом и не только во второй части программы. Также вы узнаете. Нужно держать, нужно продолжать, нужно развивать. О неизведанном интересно. Как отпраздновали День науки в КФУ? Образовательные программы с университетами из Ливии. Какие разработки КФУ заинтересовали гостей из Северной Африки? В 1854 году был даже избран член-корреспондентом Казанского экономического общества. Чиновник и писатель. Как Михаил Салтыков-Щедринт связан с Казанью? А мы продолжим тему празднования Дня российской науки. Конечно же, Казанский федеральный университет не мог остаться в стороне и устроил целый парад акций и мероприятий. В них приняли участие от учащихся лицеев, студентов до преподавателей и сотрудников вуза во главе с ректором Ленаром Сафина. Среди мероприятий интерактивы, лекции, IT-диктант и даже кинопоказ научно-популярного фильма. Кстати, лекторы рассказывали не только интересные факты из области науки, но и давали практические советы. Например, участники могли узнать, куда вкладывать деньги, как правильно заключать трудовой договор и какая косметика самая востребованная. И это лишь малая часть всех акций. Что еще могли увидеть, узнать и поучить участники празднования, расскажет Эльвина Минобуддинова. Когда-то французский писатель и один из основоположников научной фантастики сказал, придет время, когда наука опередит фантазию. Кажется, слова Жуля Верна начали воплощаться в жизнь. Ведь именно сейчас наступает то время, когда всякого рода фантазия становится реальностью. А авторами этой реальности являются ученые-изобретатели. Ежедневно и кропотливо исследуют, изобретают, делятся разработками. Ученые Казанского вуза прославляют имя университета не только в России, но и во всем мире. Нужно дерзать, нужно продолжать, нужно развивать и делать великим наш Казанский федеральный университет. Таким обращением выступил ректор вуза Ленар Сафин на фестивале науки «Территория знаний». Участниками мероприятия стали обучающиеся вузы и лицеев КФУ, преподаватели, сотрудники и представители администрации. Здесь с первого по шестой этаж здания культурно-спортивного комплекса «Уникс» расположились интерактивные и образовательные площадки различных институтов. Наша кафедра представляет в целом онкологический блок, то есть наши студенты, аспиранты и клинические ординаторы занимаются исследованиями в области регенеративной медицины. И та уникальная модель, которая была найдена нами для исследований, позволяет открыть двери для колоссального количества клинических таких, решить массу клинических вопросов и проблем, связанных как раз с регенерацией, с восстановлением структуры ткани. У нас молодой институт, но уже движение, возрождение, создание этих научных кружков активно развивается. Сейчас у нас есть лаборатория моды, есть предмет промышленного дизайна, есть артистурно-реструкционный научный кружок и много-много других. Каждому институту было что продемонстрировать. Институт вычислительной математики представил собственно ручную разработку роботов. Институт филологии – площадку для проведения речевой реабилитации. Институт социально-философских наук разместили разнонаправленные кружки с играми и изучением религий. Казанский университет сегодня насчитывает свыше 120 студенческих научных кружков. Работа ведется на каждом факультете вуза. Главная цель – развитие научного потенциала, популяризация науки и вовлечение студентов в исследовательскую деятельность. Крайне необходимые мероприятия, потому что видят и внешние наши гости, что происходит в Казанском федеральном университете. И зачастую даже большие, как сказать, организации не знают, что в Казанском университете мы можем делать и то, и другое, и третье. Это одна из тех площадок, где мы можем донести до всех, что в Казанском университете наука существует, и существует абсолютно в различных направлениях, и мы можем достигать высоких результатов. На фестивале также прошли лекции от профессоров КФУ. В числе лекторов были доцент кафедры юридического факультета, химического института и высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Все желающие могли проверить свои знания в области информационных технологий и написать первый в КФУ IT-диктант. А для учеников лицея в КФУ было свое развлечение. Они стали зрителями показа фильма «16 способов изменить мир». В обсуждение после просмотра принял участие приглашенный эксперт, старший научный сотрудник лаборатории химического института Александр Герасимов. Молодой ученый также рассказал лицеистам о себе и исследованиях своей научной группы. При общении детей к науке уже со школьной скамьи – важная составляющая и отличительная черта подхода к обучению лицея в КФУ. Здесь День науки также не обошли стороной. В школах-университетах в честь праздника были проведены тематические уроки. Ученики смогли посетить открытые лаборатории, самостоятельно поработать с микроскопами и другим научным оборудованием, а также заняться творчеством в артмастерских. И, конечно, не обошлось без интерактивных игр. К счастью, нынешнее поколение нашего лицея имени Николая Ивановича Лобачевского к науке относится очень положительно. С большим уважением и наука является неотъемлемой частью нашей образовательной среды. Дети посещают лаборатории нашего Казанского федерального университета, занимаются наукой уже со школьной скамьи. Торжественной частью мероприятия стало награждение сотрудников и студентов КФУ. Награды вручили за значимые достижения в области науки. А с 7 по 11 февраля в рамках Всероссийской акции «Университетские музеи детям» в музеях КФУ проводятся научно-популярные занятия – мастер-классы, экскурсии и квесты. В КФУ стартует неделя иностранного студента. Запланированы лекции, встречи, презентации, дни открытых дверей и концерт. С инициативой выступил Институт международных отношений. С организаторами стали Департамент внешних связей, Клуб интернациональной дружбы, Студенческий научный клуб, Полимерия и Ассоциация иностранных студентов института. Акция пройдет для всех иностранных студентов университета. Откроется неделя 13 февраля. Участников ждут встречи с генеральным консулами Турции, Казахстана, Узбекистана, в Казани. Также иностранные студенты поучаствуют в Олимпиаде по русскому языку в квесте, посвященном многонациональному народу России. Пройдут уроки китайского, турецкого, испанского, португальского и других языков. Также состоится научно-образовательный проект о культуре и истории России. Завершится неделя иностранного студента праздничным концентром «Лунный Новый год». Подробнее о программе можно узнать на сайте медиапортала КФО. О том, какие еще события из жизни университета и республики были на неделе, смотрите в дайджесте. Ректор КФУ Ленар Сафин принял участие во встрече Рейса Татарстана с директором научно-технологического центра уникального приборостроения РАН Маратом Булатовым. В ходе нее стороны обсудили вопросы применения инновационных разработок в различных отраслях экономики республики. Также были затронуты темы подготовки научных кадров и привлечения в науку талантливой молодежи. Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ может начать разработку образовательных программ совместно с Ливией. Об этом стало известно в ходе визита в Казанский университет делегации посольства государства Ливия в России во главе с чрезвычайным и полномочным послом. Гости посетили симуляционный центр КФУ. В России одна из семь стран. В прошлом году мы ее добавили. Ливицы лечатся в семь странах. Одна из них это Россия. По программе государственная. Поиски жизни и разума вне земли. Такую лекцию казанским студентам и обучающимся лицея в КФУ прочитал известный астроном и просветитель Владимир Сурдин. Доцент физического факультета МГУ выступил в рамках празднования Дня науки в КФУ. Лекция прошла с аншлагом. Ее посетили больше ста слушателей в офлайн и свыше тысячи в онлайн формате. Эксклюзивное интервью с Владимиром Сурдином смотрите в наших следующих выпусках. Хачапури, хинкали и харчо. С таким обновленным меню в главном здании КФУ вновь открылось кафе Лоза. В него можно попасть в будние дни с 8 до 17 часов. В меню университетского заведения общественного питания теперь представлены не только блюда русской и татарской кухни, но и кавказской. Казанский федеральный университет победил на фестивале Всероссийский студенческий марафон. Команда «Казань» стала победителем в общем зачете фестиваля, проходившего в Сочи. Что помогло казанцам победить, мы узнаем у начальника отдела организации культурно-массовой и организационной работы Департамента по молодежной политике Натальи Гизатольной. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее о фестивале. Сколько команд там было, сколько участников и из каких регионов? В этом году на Всероссийском студенческом марафоне приняли участие более 700 человек из 50 ведущих вузов России, которые представили 35 регионов России. А сколько человек было в каждой команде и студенты каких институтов вошли в нашу команду? В этом году команду Казанского федерального университета представили 18 человек. На самом деле в этом году удивительно, но в команде было представлено более 14 институтов КФУ. Если ранее мы представляли более 5-6 институтов, то сегодня это 14 институтов. И я могу с уверенностью сегодня сказать, что это действительно победа, которую принес весь Казанский федеральный университет. А какие туры пришлось пройти и какие номинации вообще были? В этом году, как и в прошлом, мы прошли все три тура. Это и интеллектуальные игры, и спортивные, и творческие. По традиции мы принимаем почти во всех конкурсах участие. Для студентов это несложно, потому что каждый силен в своей номинации. А в каких конкурсах команда КФУ была прям сильнейшей? В этом году мы запланировали участие почти во всех конкурсах. И могу сказать, что во всех этих конкурсах мы занимали лидирующие позиции. Это первые и вторые места. В фестивале университет участвует не первый год. И в чем отличие именно вот этого года, ну кроме, конечно, того, что аж 14 институтов КФУ были представлены? В этом году мы принимаем десятый раз участие в фестивале. И как раз этот год стал юбилейным для марафона. Что нового? Пожалуй, скажу, что ничего сверхъестественно нового не было. Каждый год примерный набор конкурсов остается прежним, но меняются тематики. Например, если мы берем вокальный конкурс, то в этом году тематикой была музыка советского кинематографа, на которой нужно было сделать кавер. Каждый год тематика меняется, конкурсы меняются, но что-то базовым остается. Ну вот, кстати, о вокальном конкурсе команда КФУ впервые заняла, по-моему, призовое место, да, именно в этом контексте. Кто стал золотым голосом команды? Золотым голосом команды стала Камила. Это студентка первого курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Но здесь, наверное, я немножечко подправлю. Мы входили в призеры уже ранее, но, правда, это было, если я не ошибаюсь, шесть лет назад. А можно где-то найти, например, на площадке ВКонтакте, может быть, эту запись? Выступление Камилы? Да. Да, конечно. На официальном сайте Всероссийского студенческого марафона есть записи. Обязательно проходите ВКонтакте, слушайте и погружайтесь вместе с нами в ту атмосферу, в которой находились мы. А какие еще были мероприятия, ну, кроме конкурсов, в рамках фестиваля? На фестивале также была деловая игра, это социальное проектирование, но, скажу сразу, в ней мы не принимали участие. Почему? Это направление не конкурсное, то есть это более обучающая программа. Ну да, учитывая, что мы уже 10 лет принимаем участие в фестивале, нам, наверное, уже пора самих учить, наших коллег. А в каких всероссийских конкурсах и фестивалях в ближайшее время планируют участвовать еще КФУ и его студенты? Наши студенты ежемесячно принимают участие в региональных всероссийских конкурсах и фестивалях. Ну, наверное, пожалуй, самое такое масштабное, ожидаемое, это всероссийская студенческая весна, которой подготовка начинается вот уже с конца февраля. Совсем скоро состоится школа, активы, предпросмотры на студенческую весну. Далее сами конкурсные программы представят институты. Как итог, это гала-концерт и республиканский этап студенческой весны, после которого, конечно же, мы рассчитываем на то, что наши студенты войдут в делегацию всероссийской студенческой весны. И обязательно победят. Конечно. Как выстроена работа вообще в университете со студентами, которые вот желают принять участие в подобных фестивалях, культурно-массовых мероприятиях, но пока, например, не знают, что делать, куда обращаться? Я скажу так. Приходя в университет, еще будучи на первом курсе, нужно пробовать абсолютно все. Спорт, творчество, патриотику, социальную деятельность, добровольчество. Где-то вы себя точно найдете. Что касаемо отбора на подобные фестивали и конкурсы, здесь мы в рамках университета проводим свои отборочные туры, свои какие-то мероприятия. Например, в Казанском федеральном университете тоже есть подобный марафон. Его проводит Департамент по молодежной политике. Именно там мы знакомимся со студентом, на что он гораст, что он может, насколько разносторонен наш студент. И уже по итогам этого марафона мы отбираем команду на всероссийский этап. А какое количество ребят сейчас задействовано в культурно-массовых и общественных мероприятиях? Ну, могу сказать, что только в культурно-массовых мероприятиях принимает участие более 7 тысяч студентов в год, а зрителей более 25 тысяч. Поэтому это очень масштабная работа. Ну и, конечно же, я вас всех приглашаю, чтобы оценить всю ту красоту сцены, всю ту красоту общественно-спортивно-творческой деятельности, которую творят наши студенты. Да, контакты можно найти на официальных страницах университета в социальных сетях и, конечно, на нашем сайте. Спасибо вам. Спасибо. У кого дело есть, да кто собой управлять умеет, тот никогда скуки не знает, утверждал Михаил Салтыков-Щедрин в своем романе «Господа Головлёва». Герои одного из самых популярных произведений русского писателя были срисованы с членов его семьи. Но до известного романа Салтыков-Щедрин успел попасть в опалу. Его путь к писательству был закрыт, поскольку произведения показались подозрительными. Писатель был арестован и отправлен в Вятку под надзор полиции. Там он оказался единственным образованным чиновником, и ему поручили организовать сельскохозяйственную выставку. На ней были представлены шесть губерний, среди которых была Казанская. Именно в период подготовки к выставке Салтыков-Щедрин познакомился с профессором технологии Казанского университета и секретарем Казанского экономического общества Модестом Киттары. На заседании этого общества, которое прошло под председательством Николая Лобачевского, Салтыков был избран членом-корреспондентом. А уже спустя некоторое время он посетил Казань в поисках информации о сектах раскольников. С кем пообщался Михаил Евграфович, столица Казанской губернии, расскажет Амир Ахтямов. Михаил Салтыков-Щедрин – писатель и журналист. В 1854 году был даже избран членом-корреспондентом Казанского экономического общества. Все свободное время Салтыков-Щедрин проводил в уединении. Он сочинял стихи, переводил зарубежных поэтов, читал книжки, журналы и мечтал стать наследником Пушкина. Сокурсники смеялись над начинающим поэтом и дразнили его умником. Новое лицейское начальство тоже не приветствовало занятия литературой. Поэтому Салтыков-Щедрин прятал свои сочинения в сапоги, но их все равно находили. Он вспоминал «Я начал писать стихи, за которые меня часто наказывали». В научной библиотеке Николая Лобачевского есть периодическое издание Императорского Казанского экономического общества, где Салтыков-Щедрин упоминается как член-корреспондент, а также сотрудник. Его фамилия располагается на 20-м месте. Стоит отметить, что данный экземпляр был выпущен в Казани в 1855 году. Данные экземпляры были выявлены с помощью сотрудников научной библиотеки, а именно Эльмира Амирхановой. Императорское вольно-экономическое общество – одно из старейших научных обществ России. По сути, первая общественная организация Российской империи учреждена в Санкт-Петербурге в царствовании императрицы Екатерины II. Фактически прекратила работу в 1915 году. Издания были связаны с вольным обществом любителей словесности, наук и художеств. Роль Салтыкова-Щедрина в руководстве с отечественными записками общеизвестна. Редакторами трудов были, как правило, секретари общества. Периодичность различна – от 1 до 12 книг в год. Публиковались материалы по сельскому хозяйству, вопросам земледелия, почвоведения, образования и другим темам, связанным с деятельностью общества. Интересно, что именно на заседании Казанского экономического общества под председательством Николая Лобачевского Салтыков был избран член-корреспондентом общества. В марте 1855 года он приехал на территорию Казанской губернии и побывал в Казани, где встретился с городскими чиновниками по интересующему его делу. Из Казани Салтыков отправился в Нижегородскую губернию. Встречи и впечатления от поездок помогли в дальнейшем сатирику в создании отдельных персонажей его произведений. Важно, что одна из улиц Кировского района Казани названа в честь Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Амир Ахтям Афлинар Гизатуллин. КФУ. Итоги недели. «Везде исследуйте все частно, что есть велико и прекрасно», утверждал первый русский ученый, естествоиспытатель мирового значения Михаил Ломоносов. Желаем научного вдохновения, не останавливаться на достигнутых результатах, брать еще большие высоты. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова